Всем привет, друзья! Меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик по игрушке Грэнни и Грэнпа Чаптер 2. Мы продолжаем играть, у нас здесь вышел мод от Доктор Хака. Он сейчас, кроме Айскрима, уже начал на другие игрушки тоже моды выпускать, и вот, наконец-таки, его руки дошли до Грэнни Чаптер 2. Я надеюсь, что это часть с ребёнком, и посмотрим, как это всё дело будет выглядеть. Это будет мой второй мод, получается, если здесь будет ребёнок, который с ребёнком, ё-моё. Да, вот так вот, в принципе, это тупо звучит немножечко, но как оно есть, так оно есть. День первый, сейчас, может быть, и рекорд тоже поставим по прохождению. Сразу, как просыпаемся, видим то, что и дверь изменена, и стены, потолок, пол, всё изменено в начальной комнате, прям всё. Сейчас, конечно, я посмотрю на... Да, кровать тоже, но, конечно, бескровенно. Э, чё не открываться-то, не захотел открываться. Тут всё такое красивенькое, как будто дом они обновили, я даже не знаю, жесть. Ну, предположим, что с ребёнком. Опа. Дед у нас, получается, пациент в этом моде, а бабушка у нас тут будет медсестрой. Такие вот дела. А, да, ребёнок у нас тут есть, и он никак не изменён. Но, наверное, в следующих модах он уже будет как-то это всё дело менять. Ооо, я просто пришёл по зову шокера. Сам не знаю, как у меня это получилось, но вот поглядите, просто поглядите. Это идеалочка. Идеалочка для меня. И мы сейчас будем, в общем-то, выносить наших стариков. Кстати, я не знал, что здесь вот такая дырень есть. Это прям такая подсказка хорошая, капец. Так, ладно, посмотрим, что у нас тут есть. Тут ничего, здесь, наверное, будет ничего. Окей, я понял. Можно было даже не предполагать. Очень красиво выглядят эти окна, очень в тему прикольненько. Так, гаечный ключ мы нашли. Хорошо. Сейчас тут посмотрим, что тоже есть. Всего по мелочи находим пока что. Чё надо, чё не надо. Так, здесь ничего. Но окей, можно подниматься, думаю, на второй этаж. А тут ничего тоже. И напоследок здесь тоже ничего. Всё. Меня ждёт, ребятки, я думаю, второй этаж. И надеюсь то, что... Ага, здесь никого нет вообще. Я не знаю, где наши два друга. Как бы всё так тихо, спокойно. Может быть, как бы так сложились обстоятельства, что мы друг друга как-то... Ха, блин, а запалила гадская морда. Избегали, но нет, смотрите. Они... Ох ты, бабка, чё деда не защитила. Офигеть. Мне только что чуть могло так не повезти. Это жесть. Отдай мне свой ключ, дебил. Ага. Бабка своей рукой, когда она уже помирала, защитила только что деда. Но всё равно ему по башке залетело. Так что я рад, блин. А то я б точно профукал. Давайте на лодке, что ли, уедем. Что-то под лодку тут всё больно хорошо у нас складывается. И этот нашёл, и канистру, и вот руль, штурвал. Всё вообще топчик. Блин, я немножко тупанул, конечно. Можно было тупо к ребёнку всё это дело скинуть в речку. Да и всё. Зачем спускаться по 200 раз? Так, спасибо. Здесь тоже, кстати, изменено. Может, кракен тоже изменён. Мы в концовке посмотрим. Потому что в новой концовке с лодкой у нас ещё и этот есть. Кракен. Я этого раньше не замечал. Так. Ну, может быть, кстати, и в новой концовке через дверь есть ребёнок? Тоже вопрос. Фиг его знает. Как я понимаю, у нас этот, как его... Что же? Что же, что же, что же? Ломик у ребёнка. Ломик у ребёнка. И нам сейчас по-любому нужно будет к нему пробираться. Можно было бабку или деда использовать в качестве моста. Но это всё... Что-то... Какая-то фигня полная. Заморачиваться. Так, будем всё делать, короче, по-правильному. А, блин. Теперь я не смогу... Офигенно. Теперь я не смогу вещи перетаскивать офигенным способом. Придётся постоянно их таскать вниз. Ё-моё. Да уж. Тупанул я немножечко. Но ладно. Бывает. Это мы, наверное, на видное место тут бросим. Чтобы потом я 200 лет не искал, где чё я забыл. Так, мясо пока что оставим. Тут у нас что? Так, это у нас на лодку. Всё на лодку. Капец. Почему так оно быстро собирается-то как-то? Сумасшествие какое-то. Ага, давай уже быстрее пролезай. Фух. Так, получается, нам ещё остаётся ключ от лодки и подлокей. И всё. До свидос, можно говорить. Это жесть, как быстро. Это реально жесть, как быстро. Не ожидал я, конечно, но окей. Можно сказать, что нам очень сильно повезло. Спускаемся вниз быстренько эту свечку. Сейчас мы активируем. Вот. Потом, может, ну, с бензином разберёмся. Фиг его знает. Посмотрим. Может быть, снова стариков придётся вырубать. Потому что они уже ожили стопудняк. Потому что я их давно им давно уже убил. Две минуты по-любому прошло. Сейчас мы их, конечно... О, бабуся. Бабуся, привет. Деду сейчас нас тоже встретит, небось. Короче, нужно быть очень аккуратным. Потому что мой шокер остался сверху. И, как вы понимаете, это ничего хорошего нам не сулит, конечно. Забираем быстренько канистру. Сейчас сюда бабка прибежит. Дедка прибежит. Короче, все сюда будут прибегать. Я пока что заправлю. Спокойненько всё сделаю. Может быть, дед, кстати, внизу тут. Так, всё, бабулю вызвали. Бабулю вызвали. Значит, мы сейчас можем спокойненько... Может быть, успеем. Не знаю. Поднимемся на второй этаж и возьмём наш шокер. А потом уже можно будет их вырубить. Самое главное сейчас тут канистру не сбрасывать. Реально, остаётся только подлокей и ключ от лодки. Всё очень быстро. Но я уверен, что сейчас под... Опа. Бабка идёт. Сейчас подлокей. Фиг знает, где будет. Так же, как и ключ от лодки. Такое частенько бывает. Блин, прикольно. И бабка, и дед выглядят. Ой-ой, папуля остановилась. Нет! Ё-моё! Всё, я трупак. Вырубила меня. Это медсестра-бабуся, а? Жесть. Ну... Это просто мега-неудачность. Это просто... Я не знаю. Чё мне так не фартануло? Я сейчас вообще туда, наверное, на второй этаж никак не проберусь за моим шокером. Они там всё окружат. И фиг я чё сделаю. Ну, блин, я, походу, уже рекорд не смогу побить, потому что я очень много ошибок сделал. Я сделал очень много ошибок. Тут больше нам нечего уже брать. Нам главный шокер, короче, стащить из того места, где я его профукал. Так, всё отлично. Ага. Бабуся, ты первая пойдёшь на свою смерть. Так, где сейчас мы активируем? Быстренько кое-чё. Сейчас сюда дед ещё прибежит. Как раз таки отлично для нас это всё. Так, открываем. А, лом, кстати, здесь. Значит, кусачки, что ли, у ребёнка. Ну, у ребёнка по-любому что-то должно быть. Я только не знаю пока что чё. Мы, в принципе, это попозже узнаем. Эм, тут чё за фигня вообще? Почему всё, просто всё у нас для этого, как его? Для того, чтобы... Ух ты, ё-моё, дед, привет. Так, он меня спалил. Так, здесь ничего. Пролезаем. Закрыли. Ё-моё, чё я творю? Просто как я это делаю? Супер всё быстро. Я, конечно, шокер опять сверху оставил. Вот мой тупизм. Но уже пофигу. Сейчас посмотрим, чё у нас с последним этом... Как его? Ящики, которые ломиком открываются. Ну, чё-то как-то вообще фартит. Нет. Это точно не то. Мне кажется, это сейчас точно не то. Подлокей где-то заныкан. Так, как он меня не палит вообще, а? Как я это делаю? Чёрт возьми. Это просто идеалка. Просто идеалка. Ё-моё. Вот сейчас реально всё складывается уже на рекордик. Сейчас реально всё складывается на рекордик. Как оно вообще так всё сложилось? Я фиг его знаю. Так не везло, не везло. И бац, бац, бац. Пошло, короче, поехало. Ну, если тут будет подлокей, только вы сами понимаете, да? А, не ручка. Предательство. Предательство. Нет. Подлокей, походу, у ребёнка. Ну всё, через главную дверь мы бы сейчас уже сбежали. Но, в общем-то, видите, как оно всё сложилось. Бабуся, интересно, живая уже? Нет. Я даже не знаю. Я бы сейчас ключик этот быстренько сходил, активернул. Сбросил бы там. Там что-то забаговалось ещё. Шумит капец. Так, спустим сейчас вниз. Но, блин. Ой. Ё-моё. Здрасте, дядя. Быстренько валим. Походу, нам придётся сейчас всё-таки забрать обратно. Бабка, шокер, бабка, шокер. Ё-моё. Всё складывается. Чё-то начало снова фигово. Чё за фигня? Так, тихо. Вырубили. Дед, 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 дед. Ты где? Ага, вот и дед, ребят. Блин, я снова ему случайно попал, куда не хотел. Да, ему не везёт в последнее время, скажем честно. И мясо, 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 мясо. Наконец-то. Наконец-то мясо. И сейчас мы допройдём. Ну нет, по-моему, уже рекорда нет, да? А, нет. Рекорда уже по-любому нет, ребята. Ну чё-то я тупил реально очень жёстко. Очень жёстко тупил. Уйдёшь, может, дебил мелкий. Ну тут, короче, ещё проблема в том, что что-то как-то не фартило больно. Всё, забаговали, балбесы. И подлог, окей, действительно. Давай, вонючий памперс, оставайся, я поехал. Вот эта территория не особо изменена. Здесь в основном внутренности дома, туда-сюда. А этот как его? Сам ребёнок и вот эта вот улица с ребёнком, она что-то не очень изменена. Но в любом случае, доктор Хак сделал офигенный мод. Мне нравится, как и бабка, и дед выглядят. В принципе, врач и медсестра, ну, точнее, подожди, чё я сказал? Не врач и медсестра, а медсестра или врач, это бабушка, там точно непонятно. Ну и, в принципе, пациент-дед, он тоже сделал нормально. Но ему много делать не надо. В общем-то, специальную форму помелочь нарисовал. Вот, да и всё. Так, куда я тут бросил ключ? А вот он. Всё, валим. Сейчас посмотрим ещё и на Кракена, который, возможно, тоже изменён хоть как-нибудь. Быстренько бежим вниз. И всё, уезжаем с чистой совестью. Всё сделали, всё, топчик. Заводи мотор и поехали. Отлично. Кракен не изменён, но он очень странный, конечно. Какой-то Кракен с двумя только щупальцами. Странный капец. Вот такой вот на The End, ребята. Эх, конечно, я помер, но мне там жёстко не повезло. В главной менюшке тоже ничего не изменено. В принципе, всё стандартно. На этом всё, друзья. Вот такой вот был мод от Доктор Хакена Грэйни Chapter 2. Не забывайте делать стандартные ютубовские делишки. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok